The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The broadcast is now starting. 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 Классно, если мы делаем стандартно и понятно. После того, как человек попал на сайт, он понял, что все окей, то есть он сориентировался и он видит, что предложение ему, скорее всего, интересно, по счеткой интересно, это занимает буквально 5 секунд чека. Знаете, есть такие исследования, 5 секунд мы понимаем, сайт подходит нам или нет. Потом мы уходим, если мы считаем, что нам не подходит. Поэтому если вы даете рекламу про гвозди, а у вас этот магазин продает все от гвоздей до мягких игрушек, то человек по рекламе должен попасть на раздел гвозди. Они на главном, мне непонятно, что еще нужно поискать. В общем, классика и основа, но тем не менее, поговорим. Дальше. Это все дальнейшие вовлечения. Обычно главное – это длинное, лейдинг длинный. Мы всячески вовлекаем, популярные товары, информация о скидках, новинке, акции и так далее. Все, что у человека осталось. Дальше – поиск. Поиск сегодня должен быть нормально подорганизован. Если у вас не лейдинг, если у вас не 5 товаров, если у вас каталог, где есть что поискать, из чего выбрать, то обязательно хороший поиск. Поисковые системы а-ля Яндекс.Гугл нас приучили к тому, что мы вводим пару слов. Стима нас уже ориентирует. Что мы хотим, скорее всего, найти? Также здесь на скриншоте приведен пример. Введено в поиск слово «Платя». Когда у нас сразу появляется блок, который подсказывает, какие варианты товаров у нас могут быть. Уменьшаем количество кликов в общительное движение для наших посетителей сайта. Увеличим тем самым конверсию, влияем на нее. Поиск «Окей» еще есть такая штука, как умный фильтр. Один из важных элементов, если мы говорим про каталоги, где есть выбор товаров по разным характеристикам, по ценам. Почему умный фильтр? Например, я ищу кожаные туфли на сайте, но при этом ставлю диапазон цен до 500 рублей. Умный фильтр должен скрыть галочку «кожаные», потому что очевидно, что нет туфлей за такую стоимость кожаных. «Окей», я сдвигаю ползунок дальше, до 5000 активно становится галочка. То есть фильтр должен подстраиваться по тем программам, которые мы уже ввели. И опять же, к этому у нас этот положительный опыт поиски дают все современные крупные интернет-площадки. Поэтому поиски их ожидают видеть в любом интернет-магазине, что действительно удобно. Что еще? Хорошо представить товар. Опять же, сто раз про это уже везде сказано, но скажем, что сто первый. Хорошее, понятное описание, подробное с картинками, с разных ракурсов, качественные картинки. Это очень важно. Мы все-таки принимаем решение о покупке, ориентируясь только на то, что увидели на сайте. У нас нет живой вещи, чтобы мы могли ее пощупать, поэтому максимально хорошо ее представить. На что еще обратить внимание? Посмотрите, здесь есть блоки, текстовые ссылки, доставка, гарантия, скидки, примерка перед покупкой, бесплатная доставка по всей России, восточной службой поддержки и так далее. Что это такое? Почему это можно использовать? Каким образом? Наверняка в каждой нише, в каждой сфере, в зависимости от того, какие товары вы продаете или предлагаете услуги, есть свои типовые возражения у вашей аудитории. Опять же, приведу пример про обувь. Я, когда вживую покупаю обувь в магазине, у меня могут быть сомнения, кожаная ли она. Стоит она там 4 тысячи рублей. Непонятно, это такая недорогая кожа или такой очень крутой, дорогой кожзам. Я могу быть не эксперт, а могу сразу-то и не понять. Есть продавец, я могу к нему подойти и поинтересоваться, действительно, кожа или искусственные материалы. И продавец не имеет мне возражения. Да, это кожа, можно проверить вот таким вот образом. То же самое, наверняка, есть в каждой нише, покупатель что-то может смущать. Оригинал это или копия. Есть ли гарантия, как я могу понять, подойдет ли этот товар мне, не видя его вживую. Вот эти ответы очень круто заранее дать на странице, поработать с возможными возражениями. И, как предприниматель, очень вообще важно понимать, что в вашей области волнует клиентов, как они делают выбор, приобретают товар. Очень простая штука, но доступная всем, чтобы ее сделать. Однозначно повлияет на эффективность вашего магазина. И еще одна классика жанра – оформление заказа. Никаких 150 полей, как звали вашу бабушку и так далее. Тем более не делать их обязательными. Минимум того, что мы спрашиваем у клиента, как зовут, контакты, чтобы можно было просто обратиться к нему, перезванивая и уточняя какую-либо информацию. Способы оплаты и доставок, чем больше, тем лучше, очевидно. Тогда по возможности подключайте. Платим сегодня онлайн, мы очень хорошо все уже. Поэтому самое главное на этом этапе не мешать человеку оформить заказ. Различными полями или сложностями или чем-то еще. Окей. С этим мы разобрались. Быстрый старт важен, но такой небольшой дисклеймер. То, что я показывал, это ни в коем случае не ограничение. Это лишь пример того, какой есть внешний вид и функции. Сразу готовы в нашей платформе. Естественно, это все можно перерисовывать, менять под свой дизайн. Делать нестандартные вещи и так далее. Но очень классно с этого можно стартовать. И еще вот, как подтверждение в этой истории про очень большую важность быстрого старта. Есть такой прям тезис эпоха по этой версии. Лучше известная история, про которую сегодня говорят публично. Видите, даже в 2016 году была публикация на РБК. То, как запускалась первая версия трет-магазина Элидорадо. У нас игра запускалась на платформе 1 из Bittrex. Это возможно был, я, наверное, не ошибусь, я скажу, что это был первый большой федеральный проект в e-commerce в России. Это был 2006 год, больше 10 лет уже назад. У ребят была сложная задача. Во-первых, компания крупная, заказчик крупный. С ним не так просто работать. То есть переговоры – это несколько человек с стороны заказчика, несколько человек с стороны исполнителя и споры о том, как должен быть сделан дизайн. Есть мнение у заказчика, есть мнение у исполнителя. И спорить не могут договориться. И типовая история просто помноженная в 10 раз сложнее, так как масштаб проекта и масштаб заказчика больше, чем это бывает обычно. И с точки зрения предпринимателя, владельца бизнеса, это все вторично. Какой там будет дизайн? Будет ли работать функция идеальная или что-то будет поначалу включить? Не принципиально. Компании с точки зрения бизнеса важно было, чтобы появился такой трет-магазин, как конкретные преимущества, как новый способ работы с клиентами, как возможность дать цены еще меньше и так далее. И очень важно это было сделать к Новому году, перед Новым годом, потому что это пик продаж. Если выйти в январе, в середине, это уже будет не так интересно. Поэтому, собственно, владелец, гендир говорит, ребят, не волнует, мы открываем сейчас популярный трет-магазин, Best Buy в то время, мы его копируем и запускаемся. Неважно, глюки, у нас там не глюки, мы выходим в интернет и торгуем, учимся. С точки зрения дизайнера, наверное, скопировать чей-то проект, логотип другой компании, это нонсенс. Это никак ни разу не круто, об этом не хочется никому рассказать и похвастаться. С точки зрения программиста, выйти в интернет с проектом, который где-то глючит, не идеально работает, тоже как-то не очень хотелось бы. А с точки зрения предпринимателей, вообще нормально. Нам нужно выйти в интернет и учиться зарабатывать там. Все остальное вторично. Ребята поняли, вышли как смогли, да, они там скопируют дизайн, да, поначалу было кучу глюков, но они уже торговали, они уже знали, где трафик покупается хорошо, где не очень, где аудитория там заливает, где где не очень. Параллельно меняли дизайн, устраняли все эти баки, глюки и так далее. Они отлично окупили на новогодних продажах фейсид проект и поехали развиваться дальше. Да, сегодня у него драда, я же не знаю, какая там версия дизайна, функционала и так далее, там, десятая или сотая уж. Вот, поэтому этот пример уже довольно-таки давний, но очень подпоказательный. Очень важно сделать старт быстро, иначе конкуренты просто-напросто откроются быстрее. Да, или вообще, вы пока будете делать полгода проект или год, может, товар там под условные санкции попал, и все, в Россию не уводится, и смысл было делать, да, ну и так далее. Важно выходить быстро. Подытожим вот эту часть вводную для быстрого старта, еще раз наш шаблон стандартный. Обратите внимание на вот эти основные блоки, логотипы, навигация, акции, комендумы товара и так далее. Вот, например, как выглядит сегодня связной, да, у нас там сверху логотип, большая строка поиска, в правой части те же самые контакты и корзинка, каталог здесь расположен вертикально, основной, но на отличие по функциональному блоку. Вот так же самый блок акций, новинки, посмотрите справа, как сделан блок товар дня, да, там идет перечеркнутая стоимость, счетчик времени, который остался на этот товар, выгода там и так далее. И обратите внимание на блок, то, что под баннером идут марки Samsung, Apple, LG и так далее. То есть, вероятно, они понимают, да, что аудитория ищет так, что им нужно Samsung, нужно кликнуть на Samsung и увидеть товары этой компании, что-то еще. То есть, не зря здесь появляется этот блок, причем в очень важном месте, там на первом экране, который видно. Это связано. Обратите внимание на Эльдорадо, как он сегодня выглядит. То же самое у нас логотип Эльдорадо, строка поиска, акконтакты, корзинка, верхняя полоска идентична, да, практически. Каталог, представлен горизонтально, если что, пошел блок баннера, и посмотрите, справа точно так же, скидка 15%, товар дня, счетчик обратного отчета, цена, перечеркнутая цена, ваша экономия. Очень сходный по расположению функционал блок. Наверняка, не зря такие проекты делают такой блок, в этом месте очень схож. Распродажа, блок, опять же, да, вовлечения, посмотрите, внизу здесь видно в конце бренд-зоны, тоже пошел, Apple, Samsung и так далее. Причем я даже думаю, что отслеживают под того, какую иконку на какое место поставить. Не зря именно эти бренды первые, и директно не зря первой стоит Apple, второй Samsung. А у ребят в связном, смотрите, первый Samsung, а второй там LG, Nokia, на Ника, опять же, это из-за того, что ищут в первую очередь на сайтах, да, выдвигается это в первую очередь, или то, что хотят продать. То есть на Ника это не просто так все. И Алиэкспресс, кстати говоря, кто покупает на Алиэкспрессе? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы когда-либо что-либо покупали на Алиэкспрессе. И хочется спросить, где у Алиэкспресса дизайн сегодня? То есть с точки зрения красоты? Ну, наверное, не очень. Но с точки зрения функционала, наверняка, это очень продуманный проект, который ориентирован на очень самую широкую аудиторию, чтобы она могла справиться и приобрести здесь товар. Окей, двигаемся дальше. Значит, что у нас еще есть для, или даже не у нас, а вообще в принципе, что очень важно? Конечно же, это мобильность. Если кто-то у себя отслеживает и оценивает количество аудитории, которые ходят на сайт, магазин с мобильных устройств, просто напишите, какое количество у вас ходит. Я слышал очень разные цифры. Это бывает и 40%, 20%, у кого-то бывает до 70%. Это зависит от того, что за аудитория, что за сфера, скажу так, проектов. Но совершенно точно значительная часть аудитории уже у всех ходит с мобильных устройств. И, наверное, самая здесь важная и интересная цифра, то, что в опросе, который делала Data Insight в 2018 году, 18% всех онлайн опрошенных делали свою покупку с смартфона. То есть 18% аудитории потенциально в любом проекте делают покупку с мобильных устройств. Если ваш проект, сайт, магазин не очень ориентирован, то это, конечно же, влияет. Поэтому, если вдруг вы сегодня еще об этом не думали, самое время взять ваш телефон, планшет, открыть с него ваш проект. Или если вы только проектируете сайт, учесть и написать задание для ваших разработчиков, что обязательно должно хорошо быть на мобильном устройстве. И все открывается, и все доступно. И типовые процессы поиска товара, приобретения должны хорошо там срабатывать. Вот мне пишут 40, 45, 50% по поводу того, сколько уходит. Особенно с региона. Вот такая вот история. Хорошо, спасибо за ответы. Дальше. Какие здесь еще есть цифры? Вот этот график. Причем этот график еще с 2016 года. Я, к сожалению, более свежего не нашел. Та же самая компания аналогичных исследований не делала. У них уже на другие тематики. Но, тем не менее, уже показательно. В конце 2016 года общий мировой трафик с мобильных устройств пересекся с трафиком с компьютеров. Когда вы видите, что компьютеры дальше пошли вниз, а мобильные устройства пошли вверх. Абсолютно в мире в виде тренд. И скоро опыт пользования будет не с компьютеров, а с телефонов начинаться. И, собственно, по детям это уже хорошо видно. Эти же люди будут потом делать покупки через интернет. И будут они делать его более привычным способом. Первым вообще с телефона. Поэтому, я думаю, не дооценить важность этой части. Потому что нужно хорошо быть с мобильной аудиторией сегодня уже сложно. Поэтому обязательно адаптивка или отдельные мобильные версии. Наше решение хорошо открывается, которое я демонстрировал и в телефонах, и в планшетах. Опять же, если вы планируете его взять для старта, то здесь будет отличная история. Так, хорошо. Мы подходим к следующему блоку, который будет более интересен тем, кто уже запустился. Есть некоторый трафик на сайте. Есть опыт с ним работы. И здесь хочется также вопрос к аудитории. Напишите, пожалуйста, какие метрики в вашем проекте, сайте, магазине, интернет вы используете. То есть, какие цифры для вас важны, и вы стараетесь на них влиять. Да, почему вообще это важно, знать некоторые метрики, на них влиять? Я считаю, что мы можем управлять проектом только, когда мы что-то измеряем. То есть, сделать магазин, который работает хорошо, ну, наверное, можно. Что такое хорошо? Можно измерять деньгами, конечно. Вот магазин заработал мне миллион рублей в месяц. Это классно? Ну, наверное, классно. Да, но если это оборот миллион, то вопрос, сколько бы из этого заработали выручки, чисто денег, да? Там 10 тысяч или 100 тысяч или 500 тысяч. Ну и так далее. Да, деньги – это важный измеритель, но это некоторый факт. А есть метрика, которая позволяет на этот факт влиять. Да, и есть кто-нибудь из аудитории, кто поделится, за какими параметрами вы следите, которые являются и показателем работы вашего проекта, и на которые вы влияете. Да, я пока посмотрю, что еще у нас спрашивали. Александр написал мне вопрос, где чат, и вышел. Ну, собственно, вы бы него вопрос задали. Чата здесь нет. Здесь есть вопросы к аудитории. Так, разгородаки. Когда у нас охват Дукемерово и Красноярска сегодня, отлично, очень широкий. Пока только выбирает платформу. Есть опытные с тремя плюсиками. Даже так, примерно одинаково. Три плюсика, два плюсика, и один плюсик по количеству плюс-минус одинаково. Очень разная сегодня аудитория. Очень классно, что мы даем это в докладе и для начинающих, и для опытных. Алина уточняет, почему в макете фильтры справа и спича слева. Как удобно. Можно сделать слева. Непринципиальная штука. Вот, а по поводу привычного, это вопрос. Не обязательно. Не обязательно. Еще есть история про то, что когда мы сначала смотрим на товар, а не на фильтр, это может влиять на конверсию. Поговорим об этом чуть дальше еще. Так, хорошо, пока что я больше вопросов не вижу. По поводу того, что измеряем. Кажется, что очень хороший важный параметр – это конверсия. Конверсия интернет-проекта, сайта, лейдинга, интернет-магазина. Еще, наверное, средний чек. Немаловажно. Ну, и о других программах. Но сегодня больше про конверсию. Для тех, кто только начинает, возможно, еще не занимался подробно такими вещами, поясним, о чем мы говорим в плане конверсии. Если у нас есть тысячи посетителей, 10 заказов, конверсия 1%. Очень простая формула. То есть мы здесь просто поделили. Если же на ту же самую тысячу у нас 30 заказов, конверсия 3%. Очень простая, непонятная формула. Так вот, чтобы продемонстрировать важность именно конверсии, а не просто, допустим, прибыли, интернет-магазина. У нас есть такая штука, как бизнес-модель интернет-магазина. Она позволяет прямо в админке сайта видеть конверсию проекта, из чего она там складывается и так далее. И она позволяет также поэкспериментировать с цифрами. Какая была бы выручка магазина, если бы менялись некоторые параметры. Давайте я вам продемонстрировать. Вот очень упрощенная модель. Она там утрированная, но чтобы было понятно и просто посчитать. У нас есть деньги на рекламу, да, там 100 тысяч рублей условно. Мы истратили, это привлекло 23 тысячи аудитории человек на сайт. Значит, мы заплатили условно 5 рублей за посетителя, да. И у нас 108 заказов в магазине оформили. Со средним чеком там около 1500 рублей. Вот такая вот модель. Помимо рекламы у нас есть расходы, там, может быть, условно, на аренду, на зарплату. Или мы там сами тут только-только стартуем, потратили на какую-то... Пусть я знаю, пусть будет аренда, действительно. И чистой прибыли мы получили 25 тысяч рублей с такой модель. То есть, схема вроде бы классная-классная. Что мы делаем обычно? Влечим деньги на рекламу, да. То есть, в той самой схеме, если бы потратить 200 тысяч, влечим 40 тысяч человек, мы заработаем в букву 85 тысяч рублей. Все отлично, модель классная, можно дальше работать. Да, но давайте представим, что мы все-таки на рынке не одни, а есть конкуренты. Кто-то работает тоже в нашей нише, начинает тратить на рекламу денег больше, привлекая больше к себе аудитории. Мы вынуждены соответствовать и тоже тратить больше. И если мы, как мы говорим, только деньгами на рекламу, мы за ту же самую сумму уже привлечем меньше людей, потому что реклама, грубо говоря, стала дороже, которая позволяет нам переводить целевую аудиторию. И мы в той же самом модели уже, в общем-то, вообще будем в минусе. И поэтому, если мы посмотрим на конверсию, которая сейчас в нашей модели 0,05, и только конверсию мы поднимем до 0,6, мы тут же вывернемся в плюс, в 20 тысяч рублей. Поднять конверсию с 0,5 до 0,6, особенно если раньше не обращали внимания на этот параметр, и активно не работали, кажется, можно. И, в общем-то, не так уж сложно сделать. Окей, а давайте приведем утрированный пример. Понятно, что поднять конверсию с 0,6 до 2,4, наверное, крайне сложно. Но я покажу дальше, почему 2,4 цифра. При той же самой модели будет совсем другая. Вторая выручка, это будет 780 тысяч рублей. А еще у нас есть средний чек. Если поднять его там раза в два, то можно заработать полтора миллиона рублей в той же самой модели. Схема очень интересно показывает, как сильно влияет средний чек и конверсия на итоговые заработанные деньги. Да еще раз подчеркну, что пример, конечно, уже утрированный, но чтобы понять, в какую сторону стоит размещать и зачем следить. Почему 2,4? Это такая средняя конверсия в интернете, в рунете даже, правильно сказать. Опять же, средняя по палате. Очень сильно зависит от отрасли, от масштаба проекта. Но, тем не менее, можно себя сравнить и оценить. Смотрите, в самом низу на иконке у нас нарисована бутылочка и стаканчик, бокальчик. Да, с конверсией 0,6. Вообще, спиртное, как ни странно, даже получится продают. Ну, по-моему, до сих пор это не очень легально. С самого верху у нас нарисована пицца, конверсия 4,9. Огромное число, на самом деле, 14,9 для онлайн-проекта. Но, тем не менее, вероятность связана с тем, что когда мы открываем сайт пиццы, мы, скорее всего, пришли заказать пиццу, а не просто посмотреть. Ну, и так далее. Разные отрасли можно сравнить себя с отраслями средней поплавати, понять, может быть, вы впереди всей планеты, может быть, наоборот, у вас сильно меньше. Это значит, что в теории есть очень хорошая зона для роста и развития. Условное обозначение, собственно, это, опять же, исследование компании Data Insight. Есть онлайн, можно посмотреть. Это не какие-то наши эксклюзивные цифры. Собственно, что у нас есть в платформе для увеличения конверсии? Самый такой прединструмент – АБ-тест. Что такое АБ-тест? Вот это кнопочки, которые я реально видел в разных магазинах, специально посмотрел разные проекты и посохранял их. Классика жанра. Кнопочка «Купить» выглядит как-нибудь необычно, ярко привлекает внимание. Это вообще 100% гарантия результата. Это огонь какой-то просто. Не знаю, что именно они гарантируют, но, видимо, очень хотят замотивировать меня на эту кнопочку нажать. То есть логика человека, который делает очень вычерную кнопку, мне понятно, хочет меня привлечь внимание к этой кнопочке и замотивировать ее кликнуть. Да, но как понять, наша идея сработала или нет? Да, нужно поотслеживать, увеличилась ли конверсия, собственно, странички с товаром, когда поменялась кнопка. Можно это делать вручную. Можно это делать более систем. То есть есть целая методика АБ тестирования, когда выделяется часть аудитории сайта, чтобы сразу всю аудиторию не испугать. Она делится на две части, и одной части показывается вариант один дизайна, да, с кнопочкой, а другой части другой вариант. И мы смотрим, где конверсия лучше, да, там, на кнопке А или на кнопке Б. Наша идея сработала, мы конверсию увеличили с помощью изменения дизайна кнопки. Окей, мы этот вариант шаблона оставляем и идем экспериментировать дальше. И вся идея в том, чтобы постоянно работать с проектом и с точки зрения его внешнего вида, и с точки зрения логики работы и удобства для пользователя, видимости важных элементов. То есть в путь до того, что есть разные примеры расположения товаров, там, как в виде картинок в три позиции в строке или в четыре или в пять влияет на конверсию, ну и так далее. И чтобы эти эксперименты проводить более осмысленно, да, то есть нужно очень важно отслеживать результат. Одно изменение внесли, померили, поехали дальше. Для демонстрации, что нужно идею обязательно проверять. Вот эта вот формочка, да, на нее добавили иконку, которая должна гарантировать то, что данные не будут там отслываться левым лицам, все здесь безопасно, грубо расплавом не будет приходить. Да, добавили иконочку, траст некоторую. Идея была в том, что это должно поднять к конверсию. Но по факту получилось наоборот. Форма дала результаты больше, чем форма B, да, там, на той же самой аудитории. И еще один, да, то есть пример. Когда решили продемонстрировать, что у нас будут лица на видео заставке, а не программный продукт, опять же стоит идея, что лица вроде бы привлекают лучше внимания и больше будет кликов, да. Но опять же вариант B здесь сработал лучше, причем, да, то есть вариант там получен на 50% меньше кликов. Это прям вообще очень число большое. Собственно, у нас в Bittrex, в один из Bittrex-пространения сайта есть прям несколько сценариев, где можно применить разные шабоны для... В целом, дизайн на сайте для главной страницы, для товара, корзины, оформления или вообще для произношения странички. Посмотреть, потом где результат прям в конверсии будет лучше. Можно, конечно, такие штуки обычные делать. Если у вас там другая платформа, но имеет смысл проводить такие вещи. Дальше про акции и скидки. Ну, собственно, классика жанра, мне кажется, двигатель торговли, обязательно различные акции. У нас в продукте очень широко представлена возможность давать акции на товары, на количество товаров, на способ оплаты, доставки. Вообще очень-очень много различных вариантов, стоит их применять. У нас прям такой специальный мастер, которым можно выбрать готовые варианты скидок или можно настроить вручную очень гибко. Широкий функционал, прям рекомендую использовать. Еще для гурманов, так сказать, есть такой интересный блок, вот посмотрите, здесь он представлен. Когда мы предлагаем купить набор, да, вы заранее кастрируете, что к такому-то товару можно купить еще ряд товаров и получить все вместе хорошую скидку. Да, кстати говоря, для одежды, мне кажется, это очень хороший кейс. Если там девушка приобретает себе новое платье, оно какого-нибудь такого цвета, что из текущего гардероба, там ни обуви, ни сумочки под цвет нет, ни ремня, допустим, какие-то аксессуары, то очень классно к этому платье предложить, там, туфли, ремень, сумочку, не знаю, что-то еще, в цвет, в фасон и так далее, да, предложить купить все вместе со скидкой. Мне кажется, это должно очень хорошо срабатывать. Ну, или в каждом, опять же, сфере наверняка есть такие свои блоки, которые можно продавать кучей. И у вас, оборот, больше, да, и клиенту можно дать более ощутимую скидку на сразу несколько товаров. Так, хорошо. Что еще из инструментов? Обязательно триггерные рассылки. Мне кажется, сегодня это прям must-have. Опять же, спрошу аудитории, кто-либо использует у нас триггерные рассылки уже. Скажите, пожалуйста, если используете плюсик, и можете прямо написать, какие именно триггеры вы используете у себя в проекте. Это интересно будет узнать. Если вы еще триггерные рассылки не делали или не знаете, что это, поясню. Рассылки, может быть, просто вручную. Вы сами формируете, не знаю, раз в неделю тексты отсылаете по клиентской базе, по вашей. А можно сделать точки, в которых автоматически сайт, не знаю, там, где все время с тема, будет отсылать письма клиенту. Самый популярный, наверное, это брошенная корзина. Когда у вас уже известный вам покупатель пришел к вам на сайт, положил товар в корзину, но по какой-то причине заказ в итоге не оформил. Причины могут быть самые разные. И, естественно, если система знает этого человека, знает его e-mail, у вас есть список того, что он хотел купить, но не купил, можно отправить ему просто письмо с напоминанием о себе. Здравствуйте, вы смотрели товары, но по какой-то причине их там не приобрели. О себе напомню. Не можно сделать целую цепочку таких писем, которые автоматически будут с вас через день, через два, через три, которые закончатся, если человек эту корзинку оформил в заказ, или, допустим, уже кнопочку «Отписаться». Чтобы быть честно, должна будет обязательно быть отписка от рассылки. Соответственно, есть ряд таких точек у нас в системе брошенных корзинок, именно заказ, повторные заказы, надо вообще напомнить о себе, ну и так далее. Очень понятный инструмент, и даже просто включив триггерные рассылки для брошенных корзин, уже, мне кажется, можно какую-то часть, опять же, на 0,1 конверсию, там, так сказать, поднять. Обратите внимание, мой опыт, я недавно покупал в Амидио телефон, один телефон купил Samsung какой-то новый, да, а второй, у меня реально есть телефон, сейчас это Nokia, да, то есть очень удобно, особенно в командировках, телефон, который никогда у тебя не сядет, он раз в месяц требует всего зарядить, вот. Очень удобно. Я реально после приобретения одного телефона на себе присматривал второй, да, из таких вот бронебойных, которые нужно заряжать редко, вот, и реально смотрел на один из этих товаров больше всего, то есть я больше всего времени провел на этой карточке. Что сделаем видео? Они присылают автомат на письмо, конечно же, автоматом, я уверен, никто там живу это не отслеживает. Да, они мне, у вас отличный вкус, да, то есть у меня они меня похвалили на входе, потом они говорят, что этот товар нравится, какому, конечно, нашим клиентам, то есть они подтверждают, что товар хороший, да, и подруги с ним подумают, пытаются меня к себе вернуть. Мне кажется, очень прекрасный кейс того, как работают с триггерными рассылками. Вот, и такую штуку в управлении сайтом в нашем, по-моему, такого триггера нет, но не так сложно реализовать, да, то есть если вам захочется, программист наверняка сделает. Что если клиент, вам известно, долго смотрел на какой-то товар, можно посчитать время присутствия на страничке, то отсылать ему вот такое-то письмо по шаблону, куда подставляется товар, какой-то текст вовлекающий. Мне кажется, должно хорошо срабатывать. Конечно же, там есть удобный редактор этих текстовых рассылок, различные готовые шаблоны писем, макеты, цепочки, есть статистика по эффективности, сколько отправлено, сколько открыто, сколько отписалось, ну и так далее. Вы сможете понимать эффективность, да, и улучшать на текст, смотрите за те, как эта система у вас работает. Мне кажется, это точно мастхэп сегодня для любых проектов. Шестое у нас сегодня пункт – это бигдата. Бигдата. Камень, мне кажется, претновения сегодняшней прям индустрии. Вы посмотрите, сколько происходит сегодня различных законов в сфере персональных данных, что мы должны правильно принимать их на сайтах. Если у вас вносится фамилия, имя, телефон, это уже персональные данные, должна быть галочка, что я согласен на их обработку, ссылочка на соглашение, ну и так далее. Это важно, и вообще этот закон соблюдать сегодня важен. Это уже проверяют и штрафуют, а соблюдать его не сложно. Давайте оформить такие соглашения. Они есть у нас и в платформе, там очень просто это все делается. Соответственно, что это позволяет сделать сегодня? Вот этот вот блок – это на самом деле не просто товар, который поставил администратор сайта, а товар, который система пытается показать, исходя из интересов вашего посетителя. Как это работает? Откуда мы знаем интересы? Если, например, сайт, если, например, Яндекс или Фейсбук, которые знают про нас вообще все, это прям сегодня целая уже известная история, то, что мы столько всего себе сообщаем, то, что мы лайкаем, что мы ищем, что мы постим, то, что вектор нашего интереса строится очень легко. С точки зрения e-commerce это как выглядит? Ну, грубо говоря, если я пришел на сайт, купил джинсы, толстовку и кеды, да, пришел другой человек на этот же сайт, купил джинсы, толстовку и кеды. Вот нас уже можно сопоставить, что мы обладаем довольно-таки одинаковым вкусом, к примеру. Дальше я возвращаюсь и покупаю кеп. Приходит обратно второй человек, конечно, за сайт можно очень легко ему предложить кеп. А если таких у нас аудитория миллион человек, а не два, покупают уже товары несколько лет, вектор интереса строится очень четко. Это первая, грубо говоря, технология. Вторая технология, когда я ищу что-то, например, я любитель автомобиля Мерседес. Я ищу Мерседес, покупаю себе дополнительные гаджеты в Мерседесе, что-то еще. Вообще, периодически обновляю автомобиль Мерседес. Вот я постоянно ищу Мерседес. И захожу я на сайт тортиков. Хочу купить тортик на день рождения дочки. А мне, кстати, что можно сказать? Если у него есть в каталоге тортик с Мерседесом, к примеру, это цель прилиет в мой интерес и может показать мне такой тортик. Вторая история. И эти вещи работают только на очень большой аудитории, на миллионах. На одном сайте есть аудитория, там, 5-10 тысяч человек. Это сложно реализовать. Это еще не биттат, так называемая. С точки зрения один из битриксов, у нас же платформа используется для больше, чем 35 тысяч трет-магазинов. И мы обсчитываем всю аудиторию всех магазинов. Точно так же, как это делает, не знаю, Яндекс, Фейсбук, Гугл и так далее. Составляем вектор интереса посетителя. Когда человек приходит на ваш сайт, даже если он ничего не покупал, у него уже есть вектор интереса. И мы можем попытаться из каталога показать, и порекомендовать ему товары, которые больше подходят к его интересам. Так это работает. Это работает лучше в товарах массового спроса. Это работает, естественно, хуже в товарах сложного спроса. Сложного, не совсем правильно, теми. Как-то на семинаре подходит клиент, я спрашиваю, что я продаю буры зубным клиникам, да, там, стоматологии. Будет ли мне работать бигдата? Ну, скорее всего, не очень эффективно. Потому что я, когда приду выбирать бур, система вряд ли может мне его порекомендовать на основании моего интереса покупки джинсов синих, там, до этого, да. Вот. Но точки зрения товаров массового спроса, скорее всего, это работает хорошо. Вот. У нас есть разные цифры, как это влияет на распродаж, но если вы у себя это включаете, вы у себя в админке увидите прям такая вот иконочка, которая показывает, что здесь товары в этом заказе лежат, которые, который перешел через блоки рекомендаций, такой блок рекомендаций поставить на сайт, на базе 1СБ3С, очень легко, это готовая функция в системе, нужно просто включить, поставить либо на главную, либо на ссылочку с товаром, либо кто-то еще, да, и посмотреть, насколько это эффективно у вас в проекте работает. Так, большой блок я завершаю, прежде чем пойдем дальше, посмотрю на вопросы, что мы спрашивали еще, тридинные рассылки поподробнее, постарался все, что знаю вам сказать здесь, и то, что у нас на слайде нету буквы. Хорошо, спасибо большое, это мы учтем. Спасибо, Александр. Окей, если по этой теме есть вопросы, пожалуйста, пишите, отвечу на них даже и позже, а пока тогда двинемся дальше. Очень классное выражение Джека у Элча, CEO General Electric, очень старый дядька, невероятно опытный, сегодня выступает как бизнес-спикер-тренер. Хорошая фраза, если скорость изменений вовне превышает, скорость изменений внутри, это значит, что кончено уже не за горами. Для большой компании это, наверное, крайне важно, а для маленьких, тем более начинающих, потому что мы сегодня должны уже рождаться такими, как ожидает рынок. Значит, что нам как покупателям не нравится в этом магазине? У нас у всех есть жизненный опыт, когда мы что-то приобретаем. Соответственно, вот с моей точки зрения, есть прям ряд вещей, которые попадаются регулярно. Можно просто и не дозвониться. Причем, если ты, вроде бы, трубку не взяли, но могут же перезвонить, не сюда перезвонить. Смотришь информацию, не актуально, по ценам что-то еще, то есть реально смотришь, что это магазин дала, и прям нужно написать или позже сказать, цена вообще актуальна или нет, потому что часто цена либо больше, либо что-то еще либо товара, этого нет вообще. То решение вопросов, вообще непрофессиональный ответ, что-то узнать, и с тобой разговаривать с криптами, не говорят, по сути, то, что тебе нужно. Забывать вопрос, ну и так далее, и так далее. Вообще, много что есть улучшить. Да, если пытаться в себя спросить, мне кажется, вы-таки важная история, то, в общем-то, делов нет. Сказать, что у меня не такой магазин, или я-то в компании занимаюсь обучением, что у меня там все идеально, ну, довольно сложно. Да, но самое главное с этим – работать. И, ну, очень просто, когда у нас что-то, какое-то дело организовывается, ну, обычно не системно. Да, ну и вообще, наверное, мало компаний, которые появились такие с правильными процессами, где все отлажено, поставили. Ну, вряд ли, скорее всего, компания появляется и из них хаоса. Это нормально. Но хаос должен потом перерождаться в некоторый понятный процесс. Как это говорится, модно мы оцифровываем бизнес. Еще раз тезис был про то, что мы управляем только тем, что измеряем. И с точки зрения, особенно интернет, магазина, онлайн-тогровли еще проще оцифровывать и измерять. В офлайне, конечно, с этим сильно сложнее. Онлайн прекрасно оцифровывается. И вообще, бизнес, компания, не так усложено представить в виде воронки в целом на всю компанию, что есть некоторые охваты аудитории, которые превращаются в трафик на наши сайты, звонки на наши телефоны, e-mail на наши почтовые ящики, ну и так далее. В соцсети напишут, у нас есть некоторые охваты аудитории. Сколько там из этой аудитории, которую мы охватили, которую мы увидели, наши рекламные объявления и что-то еще к нам действительно перешла. Вот мы уже могли, может, примерно, посчитать. Дальше, если кто к нам реально перешел на сайт, сделал какое-то целевое действие. Оформил заказ или хотя бы корзину оформил, или сделал звонок, или написал нам в чат на сайте, ну и так далее, и так далее. Вот у нас еще один этап. Сколько людей добровалось до этого этапа. Дальше, если кто позвонил, сколько к нам дозвонилось, а сколько из тех, кто нам написали в чат, получили ответ на свой вопрос, вообще остались довольны или нет, сколько из них такие оформили заказы. Ну и так далее, и так далее. После того, к нам клиент оплатил деньги, ну или, в принципе, оформил заказ, есть процесс оказания услуги, или процесс доставки товара, или, по-моему, даже производства, тоже она наверняка систематизируется, делится на части и отслеживается. А дальше появляется, что у нас? Клиентская база, мы с ней можем работать, делать повторно, и так далее, и так далее. Все эти этапы очень хорошо превращаются в цифры. И вот пока мы их не превратили в цифры, наверное, не очень понятно, как нам можно развивать компанию. То есть можно сказать, что мы можем продавать в два раза больше. Ну так, голословно. Ну, может. Как это сделать? Не очевидно. А если у нас оцифрованные этапы, мы можем увидеть, что у нас очень большие по потере, допустим, на этапе перешли на сайт, потом оформили у нас заказ. Вероятно, у нас что-то плохо работает. Может быть, мы теряем звонки, может быть, мы достаточно эффективно принимаем заказы, клиенты там не дожидаются и выходят. Может быть, у нас после заказа оформлены много отказов. Почему? Нужно принять причину этих отказов. Ну и так далее. И так далее. В каждом компании, в каждом бизнесе будет точно видно свои узкие места, которые стоит улучшать. Вот так мы можем влиять. Очень системно и эффективно. Давайте посмотрим, как мы можем здесь помогать. У нас есть BTC24. Отдельный продукт. В нем часто используем популярный модуль – это CRM. И примитивный кей-коменс – это, конечно же, в первую очередь CRM. Мы считаем, что не так уж сложно перевести в цифровые вещи, измерить основные процессы. Первое – это все каналы коммуникации взять под контроль. То есть неважно, делали ли нам звонок, написали ли нам на e-mail или написали ли нам в соцсеть какую-либо, все эти каналы должны контролироваться и оцифровываться. Сколько писали, как мы ответили, иметь возможность контролировать, сколько из этих стало клиентами, ну и так далее. Дальше выстраивается процесс системный, что к нам не просто позвонили, а мы ответили, или не лень ответили, что есть этапы, что звонок – это клиент потенциальный, с ним нужно проработать по определенному этапу. И менеджеры должны обязательно эти этапы провести, а вы иметь возможность проконтролировать. Дальше, когда у нас эти этапы выстраиваются, мы знаем, мы хорошо контролируем, мы убрали узкие места, мы узнали, на ком этапе у нас клиента отваливается, мы можем автоматизировать, убирать рутинные вещи, делать выдавления, сообщения, или дозвать рекламу автоматически с помощью системы, сильно уменьшая время на рутинные операции и воспождая самое дорогое это время сотрудников на те действия, которые система автоматом делать еще не умеет, но хорошо позволяет нам работать на увеличение продаж в компании. Так вот, как это выглядит? Я покажу еще вживую, чуть-чуть попозже. Мы переводим все это в цифровой формат, у нас появляются все клиенты, выбирая в системе. Лиды, сделки, контакты и так далее. Да, мы сохраняем всю информацию по потенциальному клиенту, ведем его в истории, что очень классно, можно вернуться посмотреть, как мы с этим поработали, плохо или хорошо, проводить это повторно, если нужно. И вот эта следующая фишка, седьмая, это, собственно, подключение всех входящих в один канал. Почему это очень важно? Потому что, если у нас есть телефон, почта в соцсети, а соцсети не одни, то уже, в общем-то, не так просто следить, что происходит. Поэтому мы сделали возможность завести в CRM-систему все основные важные каналы, формы собирать, звонки, почту онлайн. В первую очередь, это, конечно же, e-mail-трекер. И для того, чтобы не просто подключить почту, да и собирать все входящие на e-mail, как клиентов, но и вести там полностью работу, чтобы менеджер ответ давал там же, в CRM-системе. Чтобы не получалось такого, что менеджеры с клиентами работают, потом они ушли, а вы даже не знаете, на ком это перебиска остановилась, что там было с клиентами. Вы будете хорошими клиентами ушли, с которыми осталось буквально пару шагов до заключения сделать, или быть хорошие сделки, на хорошие суммы. Давайте попробуем показать вживую, как это может выглядеть. Да, у нас есть CRM-система. Да, вот, собственно, здесь представлены сейчас лиды. В источниках вот здесь видно, как пришел к нам клиент по различным каналам. Вот здесь вот пришли на электронную почту. Я попробую сейчас, давайте написать новое письмо. Почта – это не мгновенная система общения, поэтому она может прийти не сразу, но если дойдет, будет потом интересно, посмотреть, как это живут, то произойдет. У меня магазин одежды, поэтому хочу... Пусть будут маленькие. Нет, давай... А, маленькие уже, наверное, спрашиваю. Давайте шапку-шанка, чтобы письмо не перепелить, я хочу найти шапку. Шанку. Давайте. отправим потом, посмотрим, дойдет ли письмо, когда дойдет. Как это настраивается в системе? В CRM-системе у нас есть на стыках работа с почтой, e-mail-трекер. Здесь у меня очень просто, собственно, почта подключена. Давайте я ее отключу. И еще раз включу. У меня почта на Gmail. Есть ряд настроек, забирать почту за все время, или за три дня, будет за все время, будет неактуально, пусть будет три дня. Как просто проверять почту? Я поставлю две минуты, но, чтобы понимать, что-таки это не бодолевная штука. Ряд того, как она обрабатывается, на кого падают входящие письма, как под новые наши лиды, пусть, собственно, на меня и падают. можно добавить на всех сотрудников организации, какие у нас есть. Магазин. Много. Давайте, для примера, просто добавлю, чтобы увидеть, как это происходит. А еще один человек будет принимать. Ну, окей. Подключим. Это у нас Gmail у меня, он спрашивает настройки. Окей, я говорю, все можно, я доверяю. Разрешить. Сохранил. И поправить проверено. Сохраню. Название. Так, ну, окей. Лиды. Давайте посмотрим, что у нас в лидах. О, дальше сразу письмо. Пишу, как приказ. То есть, письмо входящее попало как лид. Это значит, что я его забуду, не потеряя в почте. Если я менеджер, вы как хотите, знаете, можете поконтролировать. То есть, сегодня нам на иную пришлось столько письм. Дальше я открываю. Я вижу, что у меня здесь есть уже контакт. Но я писал в смысле, в районе в этом я систему уже узнала. У меня есть здесь собственно, письмо. Давайте я дам на него ответ. Есть у вас. Окей. Есть. Вам какой разбег. Повлекаем пленками, что у нас есть. Ну и так далее. Собственно, пошел диалог и очень классно, что здесь будет видно потом всю историю переписки с клиентом. Мы уже эту вещь не потеряем. И можем сказать, что у нас этот лид в обработке. Собственно, эти стадии, которые позволяют нам системно двигать лиды к сделке и не терять. Окей. Еще очень... Кстати говоря, здесь еще есть статусы прям. Здесь видно, что письмо отправлено. Когда клиент прочитает, будет видно, что она здесь прочитана. Ну и так далее. Знаете, тут даже все заработает так быстро. Интересно, будет видно, что она прочитана. Даже видно, что прочитана. Вообще фантастика. Да, то есть мы можем очень хорошо, эффективно здесь работать. Окей. Следующий очень важный блок после почты это телефония. Наверное, самое сегодня основное все еще канал коммуникации с клиентами. И мы очень хорошо можем работать если телефония и подключаем к CRM-системе. В B2X24 и CRM можно арендовать номер прямо у нас. Можно подключить существующую ЭТС. Это бывает очень легко, бывает в связи с тем, что у вас есть. То есть некоторые прям компании Манго, задарма, ну и так далее. дают специальные приложения для B2X24 и это будет очень просто подключать их телефонию к B2X24. Вот. Микрофон очень классно интригаться, дает свои, особенно с корпоративными различными сотовыми номерами и так далее. Так вот, когда у нас телефония заведена, это также значит, что мы очень легко фиксируем всю историю взаимодействия с клиентом. А самое главное, пропущенные звонки теряться не будут. Если кто-то внедрял у себя ТС и посмотрел, сколько звонков пропущено, там иногда цифры серьезные, до 40%. На семинарах внедрять 15-20 часто, до 40% слышал цифры. Кстати говоря, если кто-то с аудиторией у нас подключал, можете черкануть, интересно, какой у вас опыт. Потому что бывает потери довольно-таки серьезные. вторая история, это, конечно же, когда мы узнаем клиента. Если у нас не первый раз заказ оформлял, мы не «Здравствуйте, назовите себя, ваш заказ, что вы хотели, а мы красиво можем встретить по имени, спросить, что клиент хочет, а или, может быть, мы уже предполагаем, что он хочет, поработать с ним на другом уровне. Это сильно меняет впечатление о компании, когда тебе по имени, отчеству и так далее. Я, к примеру, не из e-commerce, но, тем не менее, я пользуюсь одной и той же службой такси, компротивная и регулярно, несколько раз в месяц вызываю такси в аэропорт и потом обратно из аэропорта, когда езжу в командировке на выступление. И буквально, наверное, в этом году служба такси начала встречать меня по имени, хотя они мои данные знают все давно, могли бы это делать давно, только сейчас они это начали делать. Второе, они мне всегда теперь предлагают заказать такси не просто в аэропорт, но и навстречу. Потому что у них есть четкая история, что я всегда улетаю на 1, 2, 3 и прилетаю обратно. Очевидно, что это видно по истории, можно мне это сделать предложение, получить заказ сразу второй, практически, ну и так далее. Конечно, это сильно повышает мою лояльность и впечатление от компании. Такое чувство заботы ко мне как клиенту. Очень классная история, сильно влияет на то, что я хочу с этой компанией дальше работать. Давайте посмотрим на сценарий вживую. Значит, у нас есть магазинчик мой тестовый. Давайте я наберу телефон. Кстати говоря, если кто-то из клиентов хочет поэкспериментировать, то у нас сейчас нас слушает. Я сейчас напишу почту в чат, но по идее у всех отобразится, можно попробовать писать письма. Посмотрим, как они упадут в нашу CRM-систему. Особенно интересно, потому что в CRM еще у вас не будет, вы будете новый клиент, можно будет поработать какой-нибудь сценарий. Окей, давайте я попробую сделать звонок на телефон. Телефония у меня подключена наша встроенная. Покажу, как она потом подключается. Это делается очень просто в несколько кликов буквально. Такс, делаем звонок. Такс, в будке телефоне у меня есть. Я ошибся в номере, я надеюсь, я не успел никому там дозвониться сейчас. 9, 9, 3, 8, 40, 50, 6, а не 46. Я надеюсь, на меня кто-то не обидит, что я позвонил и сбросил. Такс, не знаю, ли вам или нет, у меня пошел звонок. Вот так это отображается в системе. У меня есть номер, у меня есть тот, кто звонит, потому что, опять же, в системе, конечно, уже есть. У меня есть ряд данных, но тем не менее, я отвечу пока не прошла отбивка. Отлично, я веду диалог, конечно же, он записывается, и параллельно, работая со звонком, я могу что-либо делать уже с клиентом, носить данные, я могу перейти к сделкам, сейчас у меня сделок никаких активных нет, я могу сделать новую, да, я могу зафиксировать, что это клиент обратился и хочет шапку. Тебе сделки продаж, ну и других ряд парей, в принципе, сохраняем, я параллельно завел новую сделку и общаюсь с клиентом, могу в ней что-то еще потом добавить, может быть какой-то комментарий, клиент готов подождать два дня, отправить. Окей, завершаем звонок, что у нас сейчас интересно здесь будет, перейдем к клиенту, входящий звонок 1158, только что длительность и собственно запись, то есть я сразу же вернулся и посмотрел, мог бы что-то протестить диалога с клиентом, не успеть зафиксировать, могу вернуться и зафиксировать, для руководителя есть контроль, как ведутся диалоги с клиентами, и в общем-то есть история, мы всегда можем к этому вернуться и послушать. Окей, сохранили, очень классный и простой сценарий, а также есть у нас менеджер новый, никак этого клиента не знает, но мы сразу ему показали карточку звонка, где было имя, можно перейти к сделке, ознакомиться со сделкой и начать диалог, приветствую красиво клиента по имени-отчеству, и быть в женюшке в курсе делок, почему клиент вообще делает звонок. А если же клиент у нас новый, сразу же добавляем его в систему, фиксируем и ведем с ним диалог. Хорошо, этот сценарий показал, мне кажется, очень яркий и хороший принят. Посмотрим, у нас он как лид, у нас он скорее всего не будет, у нас он будет как новая сделка про продаж. Так, окей, формы. Да, еще один инструмент, уже не буду на нем останавливаться, более потом, но в общем, и сервис очень просто сделать форму, а давайте продемонстрировать. То есть, иногда нам не всегда нужно принимать заказ в виде заказа, да, прямо с процессом, можно просто сделать форму. Очень классно, что эту форму можно как в сайт встроить, так и просто разместить по прямой ссылке. Наверное, очень хорошая, очень хороший кейс на первом мероприятии, или опрос клиентов на новый товар. Мы можем сделать такую формочку, мы можем ее сделать прямо в CRM-системе. Это будет не просто форма какая-то, а сразу и CRM будет собирать нам данные в CRM, создать новую форму. Например, мы будем делать предзаказ на шапке ушанки, все наши, на шапке-ушанке. мы хотим собрать мнение по нашей аудитории о шапках-шанках. И там, не знаю, мы сделаем рассылку или мы будем делать лейнг, потом будем с вами делать лейнг. И мы хотим собирать сразу данные эффективно в CRM-системе. Мы будем создавать лид, мы хотим в форме фиксировать имя, да и пусть там будет что, email, email и телефон. Канал, причина, тип, файл, цвет, email, телефон. Вот такая очень простая формочка сбора интереса для шапок-шанок. Ответственно, опять же, пусть буду я. Есть целая куча настроек по изменению внешнего вида формы, что создавать, лид, там и так далее, пусть будут дубли. Ну, в общем, много опций, чтобы настроить под каждую компанию это довольно-таки эффективно, можно поотслеживать даже у нас рекламные кампании, цели, метрика, Google, ну и так далее. Очень много всего. Давайте я нажму применить, такс, вернусь в список форм, предзаказ на шапке-ушанке включить. Вот ссылочка. Давайте посмотрим. Вот, собственно, вот такая форма. Так как я часто заполняю форму, она уже с поставленными данными, если я открою ее, давайте в другом браузере, я открою ее, вот наша формочка, да, она меня еще не знает, я буду Федор, какой-нибудь там e-mail, какой-нибудь там в муле отправить. Формочка у нас заполнена. Смотрим наши лиды. Ну, отлично, сразу же у нас есть лид, у нас есть, да, предзаказ, мы здесь можем написать сразу же письмо обратно, если бы реальный e-mail, да, имел бы смысл, или сделать звонок. То есть мы бы сразу получили клиента, можно с ним работать. Можем их просто собрать в базу, после того, мы решим, что да, количество предзаказов на шапке-ушанке классное, большое, мы сделаем закупку, отправимся письмо по шапке-ушанке поступили, пожалуйста, приходите. Как делать рассылку, я покажу также здесь. Так, серия информ показал, и следующий огромный блок про то, что сегодня клиенты очень мобильные, об этом уже говорили, и вообще прекрасная картинка, которая показывает то, что в 80-й эпохе нам нужно что-то, какую-то информацию получить и переварить. И телефоны, конечно, дали нам это просто в сверх виде. Информацию можно получать бесконечно и без остановки. Да, и сегодня, конечно же, каналы взаимодействия в соцсети, чаты, очень важны, чаты на сайте. И, собственно, чем больше каналов вы подключите, тем больше аудитории вы охватите, потому что кто-то может живет в соцсети ВКонтакте, ему там комфортно, и ему бы хотелось с вами общаться также ВКонтакте. Окей, вы сделали группу ВКонтакте, но нужно теперь следить за тем, кто туда пишет, как мы там отвечаем, контролируя, что мы клиентов не теряем, ну и так далее. Поэтому есть следующая фишка, это так называемые открытые линии. Мы даже уже их переименовали в контакт-центр, если правильно помню. Смысл в том, чтобы кучу разных источников подключить в ВИТ-Из24, в сервисистему, значит, ответственно и системно принимать эти вопросы. В ВИТ-Из24 для клиентов все будет прозрачно. Вот как писал, не знаю, в Атартике, вот так и пишет. И поставить это на сайте, на лендинге или в принципе в группах, в соцсетях таким образом работать. Давайте я продемонстрирую, о чем речь. Вот у нас есть этот магазин. Еще раз я его открою сейчас в режиме инкогнито, чтобы система меня не узнала. И покажу вам сразу два разных запроса. Пусть будет один здесь, а другой будет из другого браузера. Итак, у нас есть иконка нашего стандартного, которая приглашает к общению. У нас здесь подключены разные каналы. Во-первых, обратный звонок, можно заказать и сделать. Во-вторых, форума, ВКонтакте. У меня подключена одна соцсеть для примера и чат. Прямо на сайте. Кому-то это нравится. очень хорошее с вами взаимодействие сбора лидов и повышения конверта. Конечно, чат на сайте. Да, день добрый. Есть майки, шорты, или будут шорты. размера размера XXXL. Пошел диалог. И параллельно сразу же запущу еще во ВКонтакте. К примеру, я другой клиент, мне очень удобно в ВКонтакте общаться. Я перехожу в группу по ссылочке и говорю, есть шлепанцы. Вот у нас два разных запроса из двух вообще разных систем. Да, но с точки зрения нас, CRM-системы, что мы с вами увидим? То, что у нас есть открытые линии, у нас есть несколько сюда запросов, есть шлепанцы, да, и мы начинаем здесь общаться. Да, есть вам какие именно мужские. Филетовый чат. Если шорты, то же самое, ответить. Поехали. Сейчас нет, но будет наслед недели. Если оставите контакты, мы вам перезвоним. Отлично. С точки зрения менеджера, я ответил в одном окне. Здесь у меня пошел диалог, я, знаете, как клиент, вижу ответ. Эта система у меня, кстати, предлагает представиться. Окей, представлюсь, но пока не дал свои контакты. Да, точно так же я вижу в контакте, как другой клиент, что мне дали ответ. То есть, неважно, туда нам пишут, мы работаем из одного окна, и это очень удобно. И обратите еще внимание, какая классная штука. Если клиент нам даст контакт, давайте я продемонстрирую здесь. у нас клиент уже в CRM-системе он представился дал имя Иван, и я могу, собственно, этот лид уже посмотреть, то есть, мы его зафиксили в системе. Первая история, вторая история, посмотрите, я даю свои контакты, ок, позвоните мне, там, 8, 9, 9, 6, 5, 4, 4, 4, чтобы был правильный формат, чтобы система наша его поняла. Да, вот, потом, а, вот эти уже лишние будут цифры. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим, что система сделает с тем, когда нам клиент дал контакт. Посмотрите, она это поняла и сразу добавила его в наш текущий лид. То есть, мы теперь знаем телефон, мы знаем, собственно, клиента, еще обратите внимание, то, что система нам сказала, с какой страницы он обратился, то есть, если это было по товару, мы бы знали, собственно, что клиент был на каком-то товаре, нам удобнее с ним вести диалог, и мы все время сразу планируем, окей, мы договорились, что клиенту нужны шорт и XSL, через пару дней мы ожидаем поставку, мы сразу же здесь попланируем звонок. То есть, дело для менеджера, чтобы он не забыл, у нас в нея пятница, суббота, по поставку, окей, мы себе на понедельник планируем значить клиенту, пусть будет там 12 часов, до часу, позвони, расскажи, что пришли шорт и сохранить. Все, и менеджер в понедельник не должен помнить, что у него там какие-то задачи, незадачи, он открывает свой список дел, у него было запланировано, что 16 числа 12 звонок клиенту и, собственно, у нас здесь телефония, ну, я не буду звонить, здесь номер указан от Балды, но, в общем-то, я тут же мог бы сразу делать звонок. То есть, мы заплыли вообще работу и входящих всех, и обработки заказа в одну систему. Так, что еще показать по открытым линиям, то, что когда мы разрешаем диалог, да, стороны менеджера мы говорим, окей, мы, собственно, диалог завершили, второй диалог тоже завершили. Пленд может его оценить, да, мне все понравилось, единичку, а здесь в чате прям прям может поставить, да, мне все понравилось, все классно. можно копию разговора на электронную почту, да, мы как заманиваем дать электронную почту. Давайте, напишу тест, попробуем здесь. Отправить. Интересно, сериал система поплатит ящик? Или уже, не потратит, потому что диалог был завершен? другая сериал форма. Вот это был чатик. Подхватило таки, даже завершенную чатик. В общем, всячески мы с клиентов данные собираем и помогаем вам их здесь хранить. Так, окей, это у нас сработало. И у нас же есть потом статистика по открытым видео. Сейчас я вспомню, где она находится у нас. Этой линии. Статистика. Вот, собственно, откуда нам пишут, из каких каналов, из каких демо-представлений. Да, у нас был онлайн-чат, два, Вконтакте, один. Довольных клиентов сто процентов и так далее. Динамика оценок. В общем, очень классно можно будет оценить, кто как у нас работает, какие оценки ставят клиенты. Я бы хотел бы показать еще в другом виде, но здесь у меня, к сожалению, сейчас такого отчета нету, я его быстро не найду, чтобы прям видели по каждому диалогу, как у нас клиент оценивает. Но, в принципе, здесь видно, что 100% клиентов нас оценивают сейчас хорошо, 100% лайков. Так, окей, дальше. Про это мы проговорили, про это мы проговорили. Да, вот этот виджет на сайт, откуда он вообще взялся, который я вам показывал. Да, вот эта штука, она не обязательно может быть создана на сайте на битриксе. На любом сайте можно такой поставить виджет. Как это работает? Давайте я покажу шаблон сайта. Редактировать шаблон. То есть, абсолютно любой специалист, который вам поддерживает сайт, если вы поддерживаете его сами, вы понимаете, что такое HTML. У нас вот здесь в конце файлика вот такой вот скриптик вставлен. Это код вызова этого виджета, который приглашает делать диалог, позволяет перейти вконтакте, позволяет сказать об этом звонок и так далее. Где этот код берется? Очень просто. В настолько красивом у нас есть виджет на сайт. Да, и вот он собственно у меня здесь настроен. Код на сайт. Очень просто мы этот код получаем, копируем и вставляем. Посмотрите, можно здесь настроить, как он выглядит, цвет фона, где он располагается на сайте, ну и так далее. Можно сделать ряд настроек. Общите, гибко, можно указать на каких страницах он нам нужен, под разные страницы сделать разные поприветствия. Опять же, как поприветствия у нас работает, так как у нас здесь фотография, я или можно поставить девушку симпатичнее, чем я. Это будет только не Иван, а Ольга, по примеру. Как мы встречаем? Ну и так далее. Ряд других настрой применить. Вот так, списку, кстати говоря, интересно, он, по идее, должен у нас даже обновиться на сайте. Это был тот самый счетчик, судя по картинке. А, приглашение здесь я уже не увижу, сейчас мы его вот так посмотрим. А здесь он тоже у меня уже знает. Ну ладно, но это был по идее именно этот счетчик. что еще? То есть, да, то есть в том, что очень легко поставить и подключить CRM-ку вот в этом плане от этой клинии к любому сайту. Так, да, и то, как вести диалоги, это отдельная история, здесь пару таких кейсов под повод того, что вопрос может быть такой, что дать ответ просто да, и все, а можно мало того, что да, но и завести диалог клиента таким образом, чтобы он дал нам больше о себе информации и в идеале дал нам контакты, чтобы мы сохранили его к себе и могли поработать дальше. Вторая история про вопрос про доставку. Также можно ответить очень односложно, а можно дать целый диалог, чтобы клиента вовлечь. То есть, вероятно, это говорит о том, что определенные требования к тому, какой человек у вас отвечает на чаты, как он отвечает, все-таки появляется, да, здесь требуется как минимум обучение, если человек ранее этим не занимался. Хорошо. общий вот этот вот блок, мы завершаем его тем, то, что мы, независимо от того, менеджера у нас, онлайн или онлайн, телефон поднят, не поднят, был ли человек за компьютером, когда написали в соцсети. Мы все-все данных соберем, ни одного мы клиента не потеряем и сможем потом с ним дальше поработать, дать ответ по телефону, призвонить, написать на почту, ну и так далее. Кажется, сегодня крайне важная штука, потому что новый клиент привлекает дорого, если уж мы с клиентом познакомились, то очень хорошо было сохранить работу с ним дальше. Окей, сделаю небольшую паузу, у меня осталось 15 минут на мою часть, дальше о презентации пройдемся, покажу текстом. Вопрос про то, как включить BigData. Если у вас сайт на 1SBitrix, у вас есть готовые так называемые компоненты, которые отображают товары из BigData, их нужно просто поставить в нужное место. В каталоге, опять же, в нашем компоненте стандартном, который показывает список товаров, там есть такой блок, вы можете выделить и настроить, я, пожалуй, покажу эту штуку, насколько это действительно несложно делается. ну, давайте там разделим штаны. Вот у нас есть тут ряд штанов. Немного, но я думаю, мы сейчас можем здесь настроить в следующем образе. у нас очень классно здесь настраивается представление, прямо вот, сейчас покажу, в каком виде, вы поймете. Вот так вот, да, сейчас отображаются по три товара. Давайте мы сделаем так, чтобы товары отображались у нас вот так, по одному. да, и один из этих элементов будет, товар показывать не просто сам вторым, а как бы из бигдаты брать. Да, потом, я уж не знаю, потом пусть отображается. Так, у нас так товара, собственно, и не будет, но в этом разделе, но тем не менее. Сохранили. Да, и вот этот вот блок он пытается товар мне показать не просто так, а именно ориентируясь на то, что он обо мне не знает. Но вот не знаю, случайно это или нет, мне не показывают мужскую футболку. Да, это, конечно, интересное совпадение с тем, что я мужчина. А сейчас уже нет, сейчас уже штаны показывают. Поэтому, наверное, все-таки я административный это не очень актуально. Вот, но сам принцип примерно такой. интересует именно как сделать триггерные рассылки. Как именно сделать триггерные рассылки? Опять же, если мы говорим про один из битых с управления сайтом, у нас должен быть такой быть раздел. Триггерные рассылки, список рассылок. Вы идете прямо и включаете, что у нас будет такая-то рассылка по тому или иному правилу. Готовые шаблоны. Отмененный заказ. К примеру, выбрать рассылку. Отправитель. Условия отмена за заказа. Достижение цели. Изменить заказа. К примеру, пусть будет принят. То есть, человек заказ отмененный у нас оформит. То есть, очень простая масса, которая эта рассылку добавляет. Вот таким образом вы себя и включаете на то или иное правило. Ложеные каркозины или заказы, или те, которые мы, собственно, там вам дали. Так, работаю я в облаке или в коробке я показываю сейчас в облаке. Нужно ли информировать клиента о записи разговоров Людмила? Обязательно нужно. И я не показал на стоке телефонии. Сейчас я к этому вернусь. Значит, телефонии подключать, если в нашем внутреннем, то очень просто. Сейчас покажу. Подключение. Мы выбираем номер. У меня один подключен, передавать еще один номер. Да, и мы выбираем, собственно, какую страну из нашего списка игр, он таки много. Тип номера 8800 или городские, красивые, или не очень красивые. да, мы не передвигаем сейчас из разного региона, но нас очень интересует Москва. Закончились. Давайте я укажу категорию 2. Москва. Эти есть. Мы выбираем, собственно, номер. Есть стоимость подключения, есть измеченный платеж. Арендовать. Это какие-то дорогие номера. Выбрал. У нас есть и недорогие. Я вот сейчас у меня подключил номер. По-моему, он стоит, давайте я скажу точно, чтобы не обманывать. Он у меня стоит 250 рублей в месяц. Вот. То есть вы выбили номер, начали кнопочку подключить. Все, у нас он подключен. Мы его используем. Там, естественно, нужно документы загрузить, потому что по закону компания, которая номер продает, она должна выдать его не просто кому-то, а либо на компанию, либо на чеку какого-то конкретного. Дальше у нас есть куча настроек. В том числе у нас есть настройка, сейчас я покажу по поводу того, как сказать про запись перс-данных. Во-первых, у нас опция связана с тем, что у нас в телефоне используется в CRM. Обязательно. То, что мы проверяем по CRM и определяем клиентов, если нам они уже известны. У нас, если клиент не найден, что с этим делать и так далее. Очень важно, что у нас есть понятие ответственного менеджера. Если кто-то ведет клиента, мы можем сразу отсылать звонок именно этому менеджеру. Дальше. Мы идем, сохраняем запись разговоров. Тогда, видите, у нас есть прям галочка «Поиграть», 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 «Начали» запись, «Поиграть», «Поиграть», Это важно. Это общее стоит включать. Ну, и ряд других настрой, которые вы можете использовать. Например, после звонка можно дать оценку клиенту, чтобы он оценил, как прошел звонок. Можно настройки рабочее время, это стоит делать, чтобы вам не звонили просто так в час ночи. Если кто-то из другого часового пояса открыл на ваш сайт, можете включить красивую отбивку, что у нас время рабочее по Москве из такого-то, по такой-то или наоборот, по времени «Новосибирска». Опять же, звоночек у вас зафиксируется, номер будет, и вы сможете перезвонить в рабочее время, но клиент не просто будет слушать гудки, а прослушать осмысленный ответ, что сейчас в магазине у вас просто не работает оператор, потому что у вас время рабочее уже закончилось. Ну, и так далее. «Походные дни указать», платить в который вы не будете работать, и загрузить, собственно, вот эту вот мелодию, и диалог, голос, который будет озвучивать необходимо в нерабочее время, ну, и так далее. Настройках там у нас немало. «Можно ли объединить существующие лиды?» Вы знаете, по-моему, такой кнопки, я не видел, объединение. Так, спасибо. Окей, хорошо. Ну, а после я поотвечал, двигаемся дальше, осталось мне совсем немножко времени. Что еще важно? Ну, можно сделать сайт, я уже не буду, к сожалению, показывать, мы сделали возможность создавать лидинг прямо из B324, есть красивые у нас шаблоны, для этого выборы попираем, пишем свой текст, картинки вставляем, и поехали. Очень просто и быстро сделать, он будет классный, сразу адаптивный. Мы туда вставим два клика вот этот наш виджет, обратного звонка, форумы, диалогов в соцсетях, ну и так далее. Там же мы можем разместить форму прямо в лидинг, собирать сразу всю информацию в CRM-систем. Очень круто и классно, у нас есть рекламная компания, и нам нужна отдельная страничка, не нужно делать отдельный лидинг, рисовать, собрали очень быстро и запустили. Домен тут же B324 сайт на этим уровне, бесплатно, мгновенно, либо можно привязать свой домен и открывать таким образом. Автоматизация. Очень большой блок, коротко скажу, что мы можем давать автоматную рекламу в соцсети. Например, у нас лид новый, в статусе, не знаю, принимает решение, или сделка, клиент принимает решение. Можем добавить клиента в рекламную кампанию, в определенную, чтобы напоминать о себе в соцсетях. То есть, email и телефон становится очень важным в плане идентификации клиентов, а не только контактов с ними. Мы можем найти и очень эффективно показать рекламу в соцсетях. Собственно, добавляется реклама нашими роботами в воронке очень просто. То есть, это один из элементов автоматизации воронок. Что еще? Можно выдавлять клиентов. Естественно, смски, e-mail. Можно сделать звонок клиенту, который озвучит текст. Я могу это показать, но просто, к сожалению, уже не успею. Это очень просто настраивается. Есть интересные кейсы про то, как сайт тортиков делают на заказ, и каждый фактический клиент после оформления заказа на сайте делает звонок. Хотелось убедиться, что живой человек ему скажет, что заказ здесь принят, что будет сделано вовремя, и так далее. Очень простая автоматизация, просто как заявка получит, попадает в систему, тут же идет отбивка клиенту, по-смски, что да, мы на заказ на самом деле приняли, что мы там вас видели, не пропустили, и так далее. Количество звонков компании сильно снизилось. При необходимости компания сама может перезвонить и уточнить, что реально ли это заказ там, и так далее. Вторая часть истории, когда заказ готов, или там накануне обычно был звонок вопросом в Востоке, где забрать тортики. То же самое смс накануне, что заказ будет готов в Востоке, забирай там-то, сильно снизила нагрузку на компанию. по сотрудникам очень можно классно автоматизироваться, вводить правила, что лиды мы обрабатываем максимум за 24 часа, к примеру, да, или там, в каждой компании свой слух реакций должен быть. И уведомление менеджера, что смотри, там, у тебя осталось, не знаю, час, два или три, там, или ты должен, у тебя новый лид, должен его сегодня обработать, да, чтобы не пропускали, с припиской, если ты сегодня не обработаешь, завтра пожалусь начальнику на то, что не успеваешь, а завтра взаимнение начальнику, есть лид все еще в статусе, там, новый, не обработан, посмотри, у тебя менеджер не успевает принимать лиды, к примеру. Ну и самое вкусное здесь, то, что можно повторные продажи ставить на, не просто там, как в виде поручения менеджера, а в виде системы, то, что если сделка успешная, у вас явно есть товар, который можно продать клиенту еще раз, или продать к текущему уже проданному товару, или услуги, допустим, разрешение сделки создается либо дело, либо там еще одна сделка на приемное время, которое в это время менеджер сделку в виде системы, напомнят, он должен сделать воду клиенту, либо письма будете отставать, в общем автоматизировать на контакт с клиентом повторный, делать повторной продажи. Сегодня-то крайне актуально, потому что привлекать клиента один раз обычно дорого нового, да, и сильно проще и дешевле привлекать клиента к повторной продаже. И для вот этих вот вещей, для работы существующей клиентской базы у нас есть целый блок по CRM-маркетингу, когда мы им говорим то, что текущую клиентскую базу можно и нужно сегментировать, сегментировать по клиентам в статике, например, вы отбираете сами определенный список клиентов, которые хотите делать рассылки, либо же в динамике клиента, которые покупали ранее, клиенты, которые находятся в статусе, думают, ну и так далее, и так далее, можно выбирать довольно-таки гибко, и по этим сегментам делать таргетированные либо рассылки по e-mail, да, я продемонстрировал тот же самый смысл, есть красивый шаблон, выбор сегмента, рассылка, красиво она получается, эта рассылка и на компьютере, и в телефонах, у нас есть целый сервис полноценный, ему рассылка, чтобы это делать по взрослым, собственно, либо смски рассылать, да, у нас подключаются разные службы, там с разными тарифами, можно подобрать наиболее для себя выгодные, можно сделать обзвоны, колосса выгода, будет текст озвучен, очень классная штука, мы так делаем и себе, партнёра приглашает на мероприятие, делаем авторозвон, классная штука, либо написать даже сообщение в тот канал, откуда написал клиент, в открытой линии, написал нам в Телеграме или ВКонтакте, вот мы туда же ему сообщение обратно и отправим. Или даже на сегмент дать рекламу, то есть целый сегмент добавить рекламную кампанию в той или иной соцсети. Собственно, я завершаю свою часть такими двумя скейншотами. Пятёрочка, наверняка вы знаете, это сети, это магазины, шаговые доступности продуктовые, склонили меня, значит, на кассик зарегистрироваться у них, получить их карточку лояльности. Отзошёл я на сайт, подтвердил номер карты через телефон, мне тут же показали рекламу во ВКонтакте. Это, конечно, было довольно-таки необычно, неожиданно от компании такого уровня. Второй пример, про ту же самую компанию я уже приводил им видео. После того, как я посмотрел телефон Samsung, они меня знают, я их клиент, у них на сайте тут же открутили мне рекламу ВКонтакте этого телефона. Это, конечно, очень показательно, как сегодня гиганты работают. Собственно, очень круто, что в наших продуктах, которые доступны любой компании, у нас есть тариф в BitX24 вовсе бесплатный, конечно, ограниченный, есть за небольшие деньги в месяц очень много всех функций, которые я вам сегодня показал. Можно использовать все самые способы коммуникации, способы рекламы, те, которые клиенты ожидают, те, которые сегодня работают. Больше трех миллионов компаний в BitX24 попробовали, это реально круто, на самом деле, там очень разные истории и про бизнес в России, и про самые разные компании во всем мире, во всем мире, там, мэрия города в Германии, или там, выставочный центр в Токио. Очень классные, интересные примеры работы. Цена у вас на слайде, сколько стоит использовать BitX24. В облаке, ну, собственно, на сайте можно посмотреть более подробно про эти тарифы. Управление сайтом, сегодня мы говорили про e-commerce, это малый бизнес и бизнес, нижняя строка, те функции, которые есть в платформе для магазинов. Ну, собственно, премиум мне прошло к концу, я завершаюсь. Есть интересный слоган, что вы думаете о бизнесе, мы подумаем о технологиях, те, которые актуальны, сегодня вы можете использовать. И быстренько посмотрю на последние вопросы и буду передавать слово коллегам. Есть два вопроса. Алена спрашивает, что у нас по включению платежных систем крестской доставки. В интернет-магазине, конечно же, есть готовые обработчики для платежных систем и для доставок очень различны. И есть прям встроенный продукт, и есть так называемый marketplace, где можно доставить разные обработчики по различным системам. Пожалуйста, используйте. Александр спрашивает, как настроить автоматическую отправку в Viber и Telegram. Viber мы сегодня, а, по-моему, даем подключать, Telegram тоже. Ну, собственно, через модуль e-mail маркетинга. и у нас есть на сайте bitx24.ru раздел поддержка, который в коротких небольших статьях подскажет, как работать с нашими системами. Пожалуйста, посмотрите. Я надеюсь, там будет ответ на ваш вопрос. Ну, окей, спасибо большое. Такс, давайте посмотрим. Николай, скажи, пожалуйста, на связи ли ты с нами? Да, конечно. Супер. Я тогда передаю тебе сейчас трансляцию экрана. Такс, отправил тебе запрос. Я вижу в режиме докладчика презентацию. Такс, пока ты готовишься, я еще посмотрю на вопросы. Пока вопросов нет. Александр пишет нам спасибо. Спасибо вам за участие. Надеюсь, было полезно здесь. И Николай сейчас еще расскажет про следующую тему. Так, сейчас пока что нет картинки. Если это выпало и просто вы выключи этот самый презентацию в режиме докладчика. Сейчас. Так. Сам презентацию. Давайте подскажу. У меня это на закладке файдов там такая галочка стоит. В режим докладчика в правой части. Если у нас, то, конечно, одинаковый пакет офиса. Ну, слушай, я думаю, что и так, на самом деле, нормально видно. Пусть будет следующий слайд. Ничего страшного. Так. Что сейчас идет? Режим докладчика. А, режим докладчика, да? Так. Ну, ладно, сейчас я попробую. А ну, можешь? Давай сейчас я верну монитор. Ты еще раз включишь, я понял. Я просто даже монитор выбрал. Сейчас. Я понял. Я просто перепутал. Давай. Значит, забрал к себе и... Угу. Ты готов? Перевключай обратно? Да. Не, все на режим докладчика. О, нормально стало. Есть. Все, я, значит, угадал. Ну, что же, хорошо, я тогда отключаюсь. Спасибо. Да, спасибо, Иван. Добрый день. Меня зовут Николай Сары. Я работаю менеджером проектов в компании SUAB. И сегодня я вкратце расскажу об использовании такого инструмента, как динамический ремаркетинг для увеличения продаж в интернет-магазине. Поскольку времени у меня не очень много, я буду пробегаться достаточно кратко. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы по ходу презентации их пишите. В конце своего доклада я обязательно на ваши вопросы поотвечаю. Итак, о чем я хочу сегодня рассказать. Что такое динамический ремаркетинг, собственно, зачем он нужен, зачем его нужно использовать сейчас, как его настроить для показа рекламы в Google и Facebook, и чем, собственно, продукты компании 1S Bitrix, управление сайтом Bitrix24, как они помогают в использовании динамического ремаркетинга в вашем интернет-магазине. Что такое динамический ремаркетинг и зачем он нужен? Динамический ремаркетинг – это показ онлайн-рекламы пользователям, которые посетили ваш сайт, рассмотрели какой-то товар, либо же они начали совершать покупку, положили товар в корзину или же начали оформлять заказ, но в какой-то момент они бросили это делать и ушли с вашего сайта. Это всегда работа с теплой аудиторией, то есть это показ рекламы только тем людям, которые уже заходили на ваш сайт и просматривали товары. Им показываются товары именно вашего интернет-магазина и только те товары, которые они просматривали. Динамический ремаркетинг очень хорошо помогает при продаже каких-то сопутствующих материалов. Например, человек зашел, купил себе телефон, а дальше он видит уже рекламу наушников или каких-то еще аксессуаров, например, чехла к этому телефону, защитной пленки, либо каких-то дополнительных услуг. Как в целом работает динамический ремаркетинг? Клиент заходит на ваш сайт, просматривает список товаров, выбирает товары, просматривает их карточки, уложит в корзину, начинает оформлять заказ и по какой-то причине он уходит, не совершая покупку. Он начинает думать, стоит ли ему что-то покупать, где-то делать. Он заходит в поисковые системы, в Google, заходит в социальные сети и видит там вашу рекламу. Он кликает по этой рекламе, попадает снова на ваш сайт и совершает покупку. Как это выглядит? Для Google, то есть справа в поисковой выдаче, от поисковой выдачи показывается информация по запросу. Для пользователя вашего сайта, если он зашел, ввел какой-то поиск по товару или услугу, которые есть у вас на сайте, ему показывается ваша реклама. Либо же это какие-то галереи на Фейсбуке, которые догоняют пользователя в социальной сети. Как подключить, настроить динамический ремаркетинг в Google для показа в поисковой выдаче? Все используют такую систему, как Google Analytics, которая позволяет собирать данные у статистики посещений сайта, отслеживать e-commerce показатели продаж. Для того, чтобы использовать динамический ремаркетинг от компании Google, вам нужен аккаунт Google AdWords и аккаунт Google Analytics. Их нужно связать. И в Google Analytics в настройках кода отслеживания вам нужно включить сбор данных о ремаркетинге. Это добавит в код отслеживания функционал, с помощью которого Google будет собирать информацию в куки о посетителях вашего сайта. И затем, когда этот пользователь будет вводить какие-то поисковые запросы, он будет смотреть, связан ли этот поисковый запрос с тем, что пользователь просмотрел у вас на сайте. Если да, то он ему будет показывать рекламу. Если это была брошенная корзина, недооформленный заказ, то он, соответственно, может напоминать о том, что вот надо завершить заказ. Это тоже можно настроить, указав соответствующий тип объявления. Затем в Google AdWords мы настраиваем динамическую рекламу, выбираем шаблон, тип объявления, как они будут показываться. Обязательно в выборе метода даркетинга мы указываем, что у нас будет именно использоваться аудитория ремаркетинга. Вы можете задать как аудиторию, которая собрана с помощью кода отслеживания, и также, конечно, можно задать аудиторию свою. Например, это у нас, если использовать Bitrix24 CRM, который рассказывал Иван, то можно там сегментировать как-то своих пользователей дополнительно их. Эту аудиторию отдельно расширить для ремаркетинга. Вы можете подключить аудиторию ремаркетинга, загрузить свои аудитории, смотреть, как какая аудитория работает, какой коэффициент, какова конверсия. Соответственно, выбирать, каким пользователям лучше показывать объявление. Конечно же, какой результат приносит динамический ремаркетинг у Google? Для сайта компании RedFox, это сайт, который продает горнолыжную одежду, теплые куртки, пуховики, была запущена рекламная кампания на 3 месяца. Бюджет был 67 доллара. В течение трех месяцев использовалась реклама динамического ремаркетинга. По ее результатам был получен доход в 569 доллара. Средняя маржа в этом интернет-магазине составляет у них 40%. Поэтому прибыль, полученная от покупки через динамическую рекламу, составила 227 доллара. И индекс ROI, это возврат инвестиций. Сколько именно мы же, насколько мы получили доход, составил 239%. Это достаточно хороший показатель. Это значит, что такую рекламу использовать нужно и стоит. Что это повышает вероятность продать клиента. Это гораздо в среднем, хочу сказать, что динамический таргетинг приносит больше прибыли и имеет выше показателей ROI, чем таргетированная реклама какая-то. Это очень хороший инструмент. Как это работает в Facebook? Сейчас очень много людей пользуются социальными сетями. Много людей проводит в свое время в социальной сети Facebook. У Facebook есть свои инструменты, свой менеджер рекламы. Он также, как и Google, позволяет поддерживать рекламу так, чтобы перекинуть пользователя в интернет-магазин. На страницу товара, либо на другую страницу, если мы хотим догнать его в поброшенной корзине. Для этого нам нужно в рекламном аккаунте всего лишь получить код Facebook пикселя. Задать, какие события интернет-магазина он должен отслеживать. Есть возможность отслеживать просмотр событий. Указываем, что это товар. Есть возможность отслеживания положить товар в корзину. Есть возможность отслеживания события совершил заказ. Указав все эти события и настроив пиксель, добавив его на сайт, мы должны указать в момент создания рекламного объявления, с какой целью мы хотим запустить нашу рекламную кампанию. В нашем случае это продажа продукта. Выбираем эту цель. Соответственно, когда будет показываться эта реклама, кнопка возле товара будет вести на ссылку с непосредственно товаром в нашим интернет-магазином. Какой результат принес Facebook? По результату использования динамического ремаркетинга в социальной сети Facebook в течение... собрали статистику за год на сайте по база 89.ру. Это сайт продажи домашнего оборудования, по-моему. Что-то такое. При затратах в 2900 долларов было получено 27600 долларов дохода. И, соответственно, прибыль составила 11000 долларов. Здесь используется показатель РОМИ. Он, в принципе, это аналогичный показатель РОИ. Просто если РОИ – это показатель, который говорит об общем возврате инвестиций, то показатель РОМИ – это возврат от маркетинговых инвестиций. То есть возврат тех средств, которые были затрачены на рекламу. Насколько окупилась эта реклама. Как вид, реклама в Facebook окупилась за год на 284%. Как продукты компании «Динэш Битвикс» их использование помогают при настройке динамического ремаркетинга. Один из важных моментов – это функционал брошенных корзин. В административной панели «Битвикс 24» среди управления заказами можно отфильтровать корзины покупателей и просмотреть отдельно брошенные корзины. То есть это когда пользователи положили товары в корзину и по какой-то причине они либо не закончили завершение заказа, либо даже не перешли на этот шаг, но товар лежал в корзине. Таких пользователей можно выделить, собрать в отдельную аудиторию, загрузить ее в аккаунт Google AdWords, подтянуть туда товары, которые подтянутся, которые они просматривали, как мы делали настройку. И они будут видеть в социальных сетях, в поисковой выдаче, будут видеть рекламу ваших товаров, но в случае использования брошенных корзин они будут видеть то, что они хотели купить, то, что уже ложили в корзину, но не купили. Можно настроить «Хорошо работать» из объявления в этот момент добавить текст, что вы хотели купить, но что-то вам помешало. Либо в этом же это используем. использовать, добавить и использовать уже в динамическом ремаркетинге функционал брошенных корзин. Еще одним сильным конкурентным преимуществом использования 1S-Bitrix является связка интернет-магазина на платформе 1S-Bitrix с Bitrix24 CRM. Те же брошенные заказы и брошенные корзины можно передать в CRM-систему, там это сегментировать, и для этих клиентов с помощью роботов, о которых кратко рассказал Иван в своей презентации, запустить таргетированную рекламу в Яндекс, Гугл, Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте и так далее. Для этого нужно, конечно же, да, именно в этом случае нужно, чтобы у пользователя были номер телефона и имейл, чтобы вы могли ему показать свою рекламу. Но даже если это какая-то брошенная корзина, если мы говорим о рекламе в Гугл, то с помощью тега ремаркетинга все равно это все можно сделать благодаря тому, что Гугл все равно собирает данные ваших пользователей. Если они были у вас на сайте, посещали, если это, например, уже клиент, который вам известен, он все равно заходил на сайт, что-то смотрел, вложил в корзину, он ее бросил, то эти данные, естественно, очень хорошо закинуть в CRM-систему, и там уже с помощью робота этот брошенный заказ превратить в реальный заказ. Для того, чтобы и Facebook, и Google, и другие площадки, на которые позволяют использовать динамический ремаркетинг, вам нужно будет загрузить туда фид товаров, это XML-файл, который можно составить с помощью инструментов 1S-Bitrix, либо же можно использовать какое-то решение из Marketplace 1S-Bitrix. В магазине решений очень большое количество решений, которые позволяют работать с рекламой дополнительно, как-то показывать, либо что-то настраивать уже непосредственно, либо позволяют формировать вот эти списки товаров, которые должны участвовать в рекламе в Google, Facebook, для Яндекса, для Контакта. и многое другое. Все это очень хорошо работает и очень хорошо себя показывает. Вкратце я вам рассказал. Мы занимаемся в плане продуктов 1S-Bitrix. Всем от прописания скриптов обзор на разработке интернет-магазина до сложных интеграций. По промокоду, который вы видите на слайде, вы можете первые 5 обратившихся получат скидку в 20% на стоимость каждого часа работ. Если у вас есть какие-то вопросы по динамическому ремаркетингу, по его использованию, как это работает с 1S-Bitrix, как он помогает, задавайте. Я с удовольствием вам на них отвечу. Я смотрю, пока новых вопросов вроде не появилось. Популярный вопрос, где взять запись вебинара. Я думаю, что всем зарегистрированным участникам мы сделаем некоторую рассылку на эту тему. Чаще всего запись появляется там же на страничке записи на вебинар. Запись идет. Я надеюсь, что все хорошо с ней пройдет, и она у нас будет. Давайте мы еще минуты 3 провести со включенным блоком вопросов. Может быть, кто-то вопрос пишет еще. И потом мы тогда уже будем завершать. Николай, как у вас с погодой? Давай мы поговорим пока на общую тему, раз пока вопросов нет. Даже тепло. Погода хорошая, солнечная, конечно. У нас буквально первые дни, когда кажется, что наконец-таки зима закончилась. Пошлась середина апреля уже. Зима-зима-зима была хорошая. Интересно, выйдется это в супертеплое лето или наоборот? Лето будет так себе. Скорее всего, как в предыдущие пару лет. Ну, кстати говоря, в Москве последнее лето было прям холодное. Буквально 2 недели что-то похожее на жаркое, а потом опять прохладно. Ну окей, раз у нас вопросов больше нет, всем спасибо большое. Будем прощаться. Николай, спасибо тебе за доклад. Спасибо за приглашение. Всем до свидания, до новых встреч. До свидания.